Сегодня достаточно животрепещущая тема, которая волнует практически всех женщин России и вообще славян. Россия, Украина, Белоруссия, Прибалтики. Это четкий овал лица, как его добиться и как уменьшить, соответственно, второй подбородок и брыли. Чтобы было понятно, сразу скажу, что нет волшебной таблетки, к сожалению. Нет волшебного одного средства, которое потратил 500 тысяч рублей и четкий овал лица на всю жизнь. Нет такого. У каждого человека это будут свои причины. И сейчас мы будем в первую очередь разбирать, почему образуется второй подбородок, как образуются брыли, что вообще такое овал лица. Для этого нужно вспомнить анатомию. Ну, кому-то узнать анатомию, кому-то вспомнить. Итак, сейчас я стрелочку здесь включу, указку. Вот, начнем с того, что если снять, если заглянуть под кожу, не буду говорить снять кожу. Если заглянуть под кожу, то под кожей находится подкожная жировая клетчатка. Вот желтеньким, таким бугристым обозначен жир. Он есть, конечно же, и в подбородке. Просто здесь не указано, здесь убрали. И, в принципе, везде под кожей. Да, то есть, в зависимости от того, сколько подкожной жировой клетчатки у человека, будет лицо либо такое сухое, да, как череп, обтянутый кожей, при мелкоморщинистом, например, типе старения, так и также может быть пухленький, как у детей, как у подростков, потому что у них подкожная жировая клетчатка хорошо развита. Это специально сделано природой, то, что у маленьких детей, там, у животных, они рыхленькие такие. У них даже мозг более наполнен водой, и поэтому, когда они падают и головой ударяются, у них редко бывают сотрясения мозга, в отличие от взрослых. Потому что с возрастом мы сохнем немножко, ссыхаемся, и подкожная жировая клетчатка тоже уменьшается. Поэтому, когда мы хватаем ребенка за щечку, да, вот так вот, у него здесь такая прям щечка. Когда мы ухватим, там, ну, женщин 30-40 лет, тут не всегда бывает, что и ухватить. А уж если мы схватим бабушку, там, лет 80, то здесь может оказаться, если бабушка неполная, то только худенькая, тонюсенькая кожица, и все, и больше ничего там не будет. То есть с возрастом, если нет ожирения, мы теряем подкожную жировую клетчатку, она уменьшается в размерах, также уменьшаются и жировые компартменты. Но они не только уменьшаются, они видоизменяются. К ним мы перейдем чуть позже. Итак, есть вот этот вот поверхностный, совершенно поверхностный жирочек. Под ним, если мы глубже пойдем, то здесь в толще мышцы тоже есть жировые прослойки. Это вот эти вот места как раз, которые образуют брыли. То есть вот это вот место, вот это. Что же еще, кроме жира, здесь есть? То есть, к сожалению, брыль, вот эта вот область, она никак не называется ни в учебниках, ни у нас, ни за границей. То есть это такое, скажем так, народное название, да, брыль, брылья некоторые говорят, ну, брыли. То есть это вот эта вот область, которая провисает. Также здесь есть мышцы. Мышцы эти сейчас мы тоже разберем. Здесь вот их видно. Вот эта вот мышца, мышца, опускающая угол рта. Здесь она показана немножко, но она на самом деле вот такая треугольная. То есть вот, вот это все она. Здесь также в нее вплетается платизма, подкожная мышца шеи. Вот она везде, везде, везде. То есть она же будет влиять на состояние шеи и второго подбородка. Но про нее я еще чуть позже скажу. То есть, в принципе, брыль образует две мышцы. Мышцы, опускающие угол рта, делающие вот так. То есть если вот так сделать, вот как здесь на картинке, вот здесь 3D-человек делает вот так. И мы видим вот здесь вот такие складочки. То есть напрягается как платизма, так и мышца, опускающая угол рта. И за счет этого увеличивается объем брыля. То есть, если эти мышцы накачаны, хорошо работают, то их видно сильнее. И, соответственно, брыль получается более объемным. То есть это не только жир, но еще и работа мышц. Если вы посмотрите на окружающих людей где-нибудь в транспорте, ну где много людей, да, на площади, в транспорте, на праздниках, то у тех людей, у кого уголки рта опущены вниз, если у них есть жировая клетчатка в области лица, то есть мы не берем совсем худых, понятно, что нужно хоть какой-то жир иметь, то у тех, у кого опущены уголки рта, у них будут и брыли, потому что у них сильная мышца, опускающая угол рта. Что еще хочется добавить? Нужно помнить, что там, где есть жир, там же всегда будет отек. То есть без жира нет отека. Поэтому вот здесь можно увидеть, да, вот вокруг глаз много жира, мы поэтому с утра такие не очень красивые, часто отекшие. В принципе, все лицо, оно содержит достаточно много жира, и поэтому мы с утра тоже так немножечко отекаем. Так вот, часто, если человек сильно отек после какого-то события любого, вечернего или болеет, или еще что-то, то и брыли сильнее видно, они прям, и складка сильнее губоподбородочная видна, и вот эта область прям опускается, и здесь прям надута. Да, то есть нужно помнить, что это еще и отек. То есть три составляющих мы уже нашли. Это мышца, жир, отек. Это про брыль. Здесь немножко в другом ракурсе тоже хочется показать вам платизму. Она достаточно, то есть называется это она подкожная мышца шеи, и кажется, что шея же тут уже не шея, да, что она закончится только на шее. Дело в том, что она заканчивается вот практически вот здесь, то есть она чуть ли не до скул поднимается. У некоторых. И очень она сильная именно вот в этой области, в области брылей. Когда мы качаем эту мышцу, то есть нам ее нужно не качать, да, потому что как только мы ее качаем, она тянет вот эти места вниз. Это мышца депрессор, то есть мышца, которая тянет именно вниз. Мышца, опускающая угол рта, тоже депрессор, она тянет угол рта вниз, платизма тянет все вниз. Когда она у нас напрягается, сейчас вам покажу. То есть это когда делается вот так. Видите, это синергия идет, мышца опускающая угол рта и подкожная мышца шеи. Получаются такие вертикальные страшные тяжи. Вот этого делать не надо, потому что от этого брыли будут только образовываться. Потому что чем больше вы качаете шею, тем хуже у вас состояние и шеи, и нижней части лица. Соответственно, эти места нужно расслаблять. Так, здесь что? Здесь вот тоже, здесь показана мимика ужаса. При мимике ужаса рот растягивается и в длину, и вниз в том числе. Вот, то есть он вниз идет, да, и напрягается шея в том числе. Поэтому вы видите стрелочки, вот зеленая, это платизма. Вот она мышца, опускающая угол рта, вот, то есть все пошло вниз. Ну, тут еще работают другие мышцы, мышцы, опускающие нижнюю губу. Также вот-вот все пошло вниз. Так, с мышцами понятно и с жировым компартментом здесь? Напишите, да, кому понятно. Кому непонятно, сейчас еще немножко объясню. Отлично. Теперь, второй подбородок. Как же мы без него, да? Второй подбородок. Понятно, что, да, здесь тоже у многих есть жир. Но вот здесь это гораздо более такое место, связанное еще и с костями. Напомню, что вот этот наш подбородок, да, это выступающая часть кости нижней, нижняя челюсть, которая называется. Она идет от нижней, от височно-нижнечелюстного сустава, вот здесь угол нижней челюсти. И вот до подбородка здесь, соответственно, то же самое. То есть, если мы имеем хорошо выраженный подбородок, то второй подбородок у нас обычно отсутствует. Либо очень маленький. При гипогнатии, когда подбородок скошен назад, это как бы недостаточность нижней челюсти, именно костей. У нас будет практически всегда второй подбородок. Еще одна особенность, сейчас стрелочкой покажу. Вот это вот, вот это бежевая, это косточка подъязычная, это подъязычная кость. Вот она тоже. К ней крепятся мышцы. Платизма может к ней крепиться, может не крепиться. И вот здесь как раз особенность. У людей, вот берем меня, у меня очень хорошее прикрепление всех мягких тканей к подъязычной кости. Она вот здесь. Когда на нее нажимаешь, то голос меняется. Потому что уже на гортань нажимаешь заодно. Под ней сразу же гортань находится. Есть люди, которые совершенно не толстые, и подбородок у них может быть хорошо выражен, но у них нет прикрепления мягких тканей к подъязычной кости. То есть у них висит вот так, прямым углом, вот так. У них плавно подбородок переходит в грудь. Презентация будет... Вам придет прям видео, запись видео. Поэтому презентация будет в этом видео, конечно. Значит, то есть, первое, это маленький подбородок приводит к тому, что есть второй подбородок, да? То есть иногда это не жир, это может быть даже худой человек, но у него висит. И если нет прикрепления к подъязычной кости, даже при массивном подбородке будет висеть, даже у мужчин. Вот. Соответственно, здесь есть еще слабость вот этих мышц. То есть если мы платизму, да, она обычно сильная и обычно наоборот. Вот, кстати, про платизму. Она здесь тоже идет, вот видно, тут вот она идет. И у нее здесь как раз посерединке и рядом есть тоже хитрые тяжи. При напряжении, я не знаю, как будет ли вам видно. Но если посмотреть на фото звезд, звезды очень много разговаривают. И когда разговаривают, или даже преподаватели, например, учителей, у них шея обычно, ну, кто не толстый, кто худой, потому что иначе под жиром просто не видно. Должна быть тонкая именно подкожная жировая клетчатка на шее, тоже индивидуальная особенность. Бывает, человек не толстый, а у него именно шея вот такая пухленькая. Короче, у кого худая шея, у него тоже специально расстегнулось, когда она перенапряжена, обычно это люди, которые много говорят, или очень эмоциональные. То вот они тяжи, вот, и эти тяжи, когда они находятся вот здесь, ну, в смысле, они находятся вот здесь, они находятся вот здесь, их может быть здесь два, их может быть здесь больше, у кого-то они сильнее выражены, у кого-то слабее, они тоже тянут вниз, вот так вот, и делают нам второй подбородок. Они у некоторых только здесь, а у некоторых прямо от кости идут. Потому что, запомните, у всех, то, что нарисовано в учебниках, это усредненный вариант. У каждого человека анатомия немножко своя, немножко по-своему идут сосуды, немножко по-своему идут нервы. Да, то есть мы же отличаемся друг от друга лицами, размером глаз, всем-всем-всем силой мышц. И в том числе расположением мышц. То есть вот здесь, например, нарисовано, что мышца от подъязычной кости, дальше посередине ее даже и нет, там сухожилие только идет. У всех это по-разному бывает. Бывает, что и тяж идет досюда. Редко, но бывает. Соответственно, вот эти места, именно платизму, нужно расслаблять. Если у вас уже, если вы подойдете к зеркалу, просто это место особо не видно. Но вот такая дряблость кожи, вот когда она дряблая здесь, это платизма. То есть здесь не совсем кожа виновата. Это не старость. Это, наоборот, слишком сильная мышца. Например, если вы качаете пресс, да, все женщины пытаются качать пресс. Даже когда просто поднимают ноги, они их поднимают почему-то шеей. Вот, вот реально. То есть вот вы попробуйте, вы вот напрягите сейчас пресс, но вот когда в положении сидя, то шея обычно не напрягается. А вот если мы хотим встать, да, то есть из положения лежа сесть в положении сидя, встать, мы напрягаем шею сильнее, чем пресс. И это неправильно. Во-первых, вы так пресс недонапрягаете, то есть вы не получаете эффекта в виде талии, хотя она, в общем-то, немножко по-другому тоже качается. Но неважно. Просто нужно следить, чтобы шея не напрягалась в обычной жизни, потому что, в принципе, вот это напряжение, оно не нужно. Когда вы падаете со скалы, возможно, но в ежедневных каких-то вещах следите, чтобы ваша шея была расслаблена, и чтобы уголки губ тоже не шли вниз. То есть может быть какая-то мимика у вас там, брезгливость, вот, смотрите, брезгливость, да, мы напрягаем нос, и рот так, и фу. Вот, то есть вот это вот старайтесь делать поменьше. И своим пациентам тоже скажите. То есть вы при разговоре с пациентом, вы увидите это, вы увидите, как прям тяжи эти появляются на шее, как уголки рта при улыбке, например, идут вниз, а не вверх. Это значит, что эти мышцы перенапряжены, их нужно расслаблять. Так. Но при как раз гипогнотии, когда подбородок маленький, мышцы, которые, мышцы дна рта, там, дно рта, в общем-то, вот они, вот тут они находятся, да, их, вот их можно качать, потому что они не тянут вниз, они тянут вверх, они подтягивают, как раз, они уменьшают объем внутри рта. То есть, как бы, и они еще регулируют, как язык у нас там двигается. Соответственно, есть одно упражнение, я вам сейчас по секрету его расскажу. Упражнение это логопедическое, называется грибочек. Сейчас вам видно будет плохо, но вы можете погуглить упражнение грибочек. Реально вот так просто называется это логопедическое упражнение, которое помогает как раз накачать не платизму, а мышцы дна рта, чтобы они подтянулись туда и сделалось не вот так, да, а вот, ну, хотя бы ровно или даже вот так. Подсокайте языком, как лошадки ходят, да, и вот когда вы цокаете, то язык у вас, вот не оба, вот язык, то язык у вас как бы приклеивается к небу. Вот нужно его приклеить и не отклеивать. При этом рот может быть открытым, может быть закрытым, тут уже как кому удобнее, у кого какая длина языка, какие тоже индивидуальные особенности, но вот так вот приклеив язык секунд на 5, на 10, несколько раз, ну, хотя бы раз 5, несколько раз в день, по чуть-чуть, вы будете улучшать состояние второго подбородка. Это чуть ли не единственное упражнение, которое действительно работает и которое не вредит. Про фейсбилдинги, пожалуйста, забудьте, потому что все фейсбилдинги качают шею очень сильно и качают тоже вот эти мышцы. Едем дальше. Это тоже относится к анатомии. Это осанка и положение головы и шеи. От этого тоже будет зависеть. Просто смотрите, на костях крепятся к ним мышцы и крепятся связки уже сверху, будет, соответственно, кожа. От того, как мы эти кости расположим, так и будут работать мышцы. Понятно, что если я буду ходить вот так, да, в принципе, вот смотрите, вот, то есть вроде бы нормально все. Но вам же не кажется, что я какая-то больная, да, или что у меня какой-то сколиоз, еще что-то. Как много людей, которые ходят вот так? Да полно. Мне кажется, процентов 80. Смотрите, у меня уже брыль вот нарисовался, и вот он второй подбородок, да. При этом я, если делаю вот так, это нормальное положение головы, ничего у меня нет. Есть разница? Вот так и вот так. Соответственно, вы прямо сейчас можете в зеркало посмотреть, в телефон, кто, как, вот сейчас прямо сидит за компьютером, за планшетом, кто за ноутбуком. И просто здесь рисунки, да, как человек стоит. Соответственно, как он стоит, как он ходит. Но мы стоим уже редко. Мы в основном сидим. И ваше рабочее место или развлекательное место, если вы кино смотрите, да, или вот учитесь, да, учебное место, оно должно быть правильное. Правильно расположен стул, правильно расположен стол и особенно компьютер, монитор компьютера. То есть вы не должны вот так в монитор заглядывать. Вот, то есть слишком низко, когда находится монитор, вы делаете автоматически, вот я вам показываю, вот так, и заглядываете в него, как бы снизу вверх, еще голову на бок можно положить, и потом тоже увидите, будет перекос и вообще все осанки. Соответственно, монитор должен быть достаточно высоко. Я вот недавно, нет, уже давно, заходила в гости к друзьям, и там монитор стоял на шахматах. Вот. На коробке спать шахмат, показывая, как человек любит шахматы и как, ну, то есть, и как любит компьютер. Потому что он понимает, что ему неудобно, из-за того, что он сидит, может быть, 10 часов за компьютером, а может быть, 12, там, без перерыва, ему неудобно уже вот так вот сидеть, ему нужно выше шею поднимать, тянуться вверх, старайтесь тянуться вверх. То есть, еще хорошо по осанке, когда вы представляете, что у вас в макушке вставлена ниточка какая-нибудь или что-то, крючок там, не знаю что, или какой-то стержень, и вы именно макушкой тянетесь вверх, то есть, вот этим местом тянетесь вверх. Вот, то есть, ни носом, ни подбородком, вот так, так же невозможно, а именно макушкой, но при этом не опуская подбородок. И вообще лучше, чтобы между подбородком и шеей было около 90 градусов. То есть, не вот так, я вас так не заставляю ходить, но и не вот так, а именно вот, 90 градусов, это не высоко. Но люди, которые привыкли вот так с опущенной головой ходить, им будет казаться, что это очень высоко, что они прям задирают, и что выглядит это странно. Если вам так кажется, делайте селфи и смотрите, что это нормально, это выглядит нормально, но вам будет сначала казаться, что нет. Итак, давайте рассмотрим позы. Смотрим. Самое левое, тут, конечно, просто замечательно красиво женщины нарисованы. Самое левое, это норма, это абсолютная норма. Вот это вторая, даже циферки снизу есть, вторая, это вот то, о чем я сейчас говорю, то есть опущенная голова, из-за этого, именно вот, уменьшенный немножко поясничный лордоз, но увеличенный грудной кифоз. И вот это вот опущение головы, смотрите, что сразу происходит. Выпадение живота происходит, да, насколько сильно, вот она как будто беременная. И у беременных, как раз, это будет следующий слайд, или после следующей, как раз именно вот такая осанка, только здесь еще лордоз усилен, поясничный. Более того, я вам сейчас страшно расскажу, грудь опускается, идет птос груди, идет птос не только подбородка, а еще и грудь опускается. А вот сейчас расскажу про стулья. В принципе, стулья, они обычно ровные, да, то есть мы сидим, надо следить, чтобы под спинкой была опора, тогда легче сидеть немножко. Ну, то есть стул должен быть действительно удобный, чтобы вы в нем не горбились, потому что бывают такие стулья, в которых ты сидишь и горбишься, как будто сворачиваешься вот в шар, вот так вот, как-то бывают стулья, в которых ты вот так развалился, упал вообще, но это далеко, то есть, ну, кино удобно смотреть, там, слушать вебинар удобно, ну, а, например, работать уже будет неудобно, если только не положить клавиатуру себе на колени. Может быть, это тоже вариант, потому что это неплохо, вы хотя бы не сворачиваетесь вперед. Вот, у меня однажды, ну, у косметологов же есть стулья, такие, называется, стул-седло, у них верх немножко приподнят, и, то есть, они не ровные, они вот такие, ну, как бы под попу такие выемки, и ты как будто бы в седле сидишь. Но, то ли я слишком маленькая, может быть, это рассчитано на более крупных женщин, да, потому что, ну, я все-таки маленькая, 40-42 размер, рост низкий, мне он был явно велик, и я в нем вот так скрючивалась, и я реально отметила через несколько месяцев, что у меня пошел второй подбородок, и что у меня начал выпадать живот. У меня такого никогда в жизни не было, у меня всегда был очень сильный пресс. хорошо хоть грудь не отвалилась, вот, грудь хотя бы вниз не поползла, я срочно продала этот стул, случайно продала, так бы я его просто выкинула. Вот, поэтому, пожалуйста, обязательно смотрите за тем, как вы сидите, как вы стоите, и как вы держите телефон во время там стояния, сидения или книжку, ну, сейчас книжки почти никто не читает, там, читалки читают, либо с телефона, я вообще с телефона читаю. Так вот, вот она нормальная позиция, самая первая, то есть, когда мы смотрим на телефон, его можно выше поднять, рука не отвалится, телефоны, к счастью, легкие, а у меня сейчас девочки мои, мои пациентки, ну, и читатели, они уже начали вот так вот ездить в, сейчас телефон возьму, они вот реально вот так вот начали ездить в общественном транспорте, им даже начали уступать места, не знаю почему, но это тоже, тоже вариант. Вот, мы часто даже вот так сидим, иногда, как будто у нас руки вообще слабые, и прям так тяжело держать телефон, прям ужас, да, то есть мы не можем его поднять, особенно это и в положении сидя, мы вообще его можем положить себе на колени, и вот так вот смотреть, но это совершенно неправильно получается, вы так около двух часов проводите, пока едете там на работу, согласитесь, это не очень. вот она осанка беременных, даже когда картинки рисуют, то есть стилизованные, именно когда беременную женщину рисуют, она не с гордо поднятой головой идет, грудь вперед, живот вперед, такая вся красивая, нет, она такая хоп, и свернутая именно внутрь, то есть это что, то есть у нее позвоночник, здесь усиливается лордоз, здесь усиливается кифоз, но лордоз нам не так важен, он там для ортопедов будет важен, может быть еще для чего-то, не знаю, у меня вот более выраженный лордоз, чем в норме, но при этом спина у меня здоровая, то есть я как бы не считаю, что более выраженный лордоз, это прям плохо, но вот кифоз, это плохо, потому что из-за кифоза у нас будет вдовий горбик вот здесь, и соответственно вот он второй подбородок, да, хотя видно, что девушка худенькая, вот она, ну видно, что она не полная совершенно, она родит и будет уже в своем же весе, в котором была до беременности, абсолютно нормально, а второй подбородок у нее есть, хотя свой подбородок у нее тоже нормальный, достаточно, вот здесь вообще хорошо выраженный подбородок, и вон он второй, просто потому что у нее такая поза, вот он, вот она такая кривуля, и многие девушки после родов, мы же носим потом детей, мы их кормим, и мы тоже продолжаем вот это же делать, мы продолжаем склоняться, наш кифоз усиливается, плюс еще тяжелая грудь, она разворачивает лопатки, и плечевой пояс, он тоже заворачивается вперед, то есть мы заворачиваемся и так, и вот так, и потом очень сложно это все развернуть, очень сильно перенапрягаются трапециевидные мышцы вот здесь, они прям, если их потрогать, во-первых, всегда болят, во-вторых, они прям каменные обычно у девушек, у многих, и вот они идут, как будто они на бокс идут, вот они вот такие, как будто они реально сейчас с перчатками кого-то сейчас бить будут, то есть у боксеров и у людей, которые на ринге, там, ну, в разных других боевых искусствах, у них вот такая поза, именно поза защиты, когда ты весь вперед, ты руками, как бы, и головой, ты защищаешь шею головой, да, то есть, и защищаешь плечами, с руками здесь все, чтобы было все близко, но мы-то живем, как бы, в нормальном мире, нам не надо так защищаться, поэтому следите обязательно за осанкой, девушки, которые беременные, которые родили, тоже должны за этим следить, потому что у многих остается эта привычка, все, уже ребенок вырос давно, а они все ходят согнутыми. Так, ну, здесь сколиоз, да, он не может не влиять на осанку, в том числе в передне-заднем положении, потому что если позвоночник кривой, то он кривой везде, он кривой не только влево-вправо, но и вперед-назад он тоже будет кривой. И понятно, что это все надо лечить с молоду, но не всегда можно уловить, да, ну, бывает, что, ну, не всегда можно найти специалиста, не всегда можно, во-первых, видеть у своего ребенка, или там у вас родители, например, не увидели. Соответственно, даже во взрослом возрасте все это можно скорректировать, если не идеально, да, потому что, ну, от болезни до идеала, если мы говорим про опорно-двигательный аппарат, то это очень сложно, это практически невозможно, но можно очень сильно облегчить себе жизнь, тем более такой позвоночник, такая спина будет болеть, и вот это вот самое такое неприятное. Да, влияние положения сна тоже есть, у меня здесь нет этих картинок, обязательно, то есть, очень мягкие матрасы, они ухудшают тоже состояние позвоночника, если мы на них лежим, на спине спим, очень высокие подушки тоже ухудшают, то есть, именно если мы на спине спим, да, и высокая подушка, мы же спим вот так, получается, да, то есть, это надо тоже смотреть, многие отказываются от подушек, еще что-то, ну, то есть, это не обязательно прям отказываются, но нужно посмотреть, поменьше подушку взять, даже ортопедические подушки не все одинаково полезны, одно время у меня болел, болела как раз трапециевидная мышца, с одной стороны, это была психологическая, психосоматика, и я перепробовала очень много ортопедических подушек, и одни были нормальные мне, а другие были очень твердые, и мне было совершенно некомфортно на них, потому что именно, что голова была вот так, то ли они были рассчитаны на какую-то более тяжелую, может быть, мужскую голову, у меня еще голова маленькая, у меня все маленькое, голова маленькая, и я на них ложусь, вот как на камень, они вообще не продавливаются, мне неудобно, потому что я вот так, получается, лежу, то есть, это нужно пробовать, нужно обязательно смотреть, если вы покупаете подушку, есть ли там возврат, потому что за две недели вы точно это поймете, нормально она вам или нет. С матрасом тоже, в той же икее, можно спокойно полежать, на некоторых прям ложишься, как-то слишком мягко, ну, как-то утопаешь в них, а на некоторые ложишься, прям ох, и спина уже отдохнула, то есть ты вроде только-только прилег, а уже хорошо. так, итак, что же делать, да, то есть, в первую очередь, осмотр должен быть пациента, понятно, что не всех мы будем раздевать, не всех там, не ко всем при, как бы, приставать с этим, и времени не всегда есть, но если пациент достаточно молодой, понятно, что если мы берем пожилую даму, да, то у нее точно есть искривление позвоночника, потому что с возрастом тоже мы немножечко горбимся, если она, конечно, не занимается танцами, потому что танцы, это всегда очень хорошая осанка, или если она военная какая-нибудь, соответственно, мы смотрим, начинаем, конечно, мы с того, какая кость у нас, то есть, нет ли гипогнатии, не слишком ли маленький подбородок, нет ли нарушения прикуса, к вам у меня какой-то, да, то есть зубы вверх и вперед уходят, а нижние сильно слишком назад, тогда получается, именно, то есть, может быть, по костям еще не гипогнатия, но зубы назад, они уже тоже немножко влияют, смотрим на силу мышц, смотрим силу мышц цеплотизма, силу мышц дна, рта и мышц опускающего угла рта, заодно щупаем, смотрим, сколько здесь жирка, есть ли отек, это, в принципе, тоже видно, это легко увидеть, заодно в это время мы смотрим, как человек разговаривает, какая мимика, как человек сидит, как человек ходит, как зашла, как она держит голову, если кто-то позвонил, как она держит телефон, или там написал, или что-то такое, и, соответственно, мы уже видим, там, есть ли вдовий горбик, потому что вдовий горбик, это всегда неправильная осанка, это всегда немножечко голова вниз, да, то есть, может быть, она, именно шея, то есть, вдовий горбик, это что? Это не когда голова ровно, а когда голова вперед уходит, вот так, то есть, она уже даже под 90 градусов, и не сможет так сделать, это вот даже мне сейчас неприятно, то есть, я попытаюсь, но это уже какая-то странная физкультура пошла, вот, то есть, если человек ходит вот так, то он ходит вот так, именно вниз держа голову, да, то есть, нужно его распрямлять, но и не сильно вот так, то есть, есть люди, которые вот так ходят, слишком сильно голова, шея именно назад ушла, и им просто так не видно, это слишком высоко уже голова, да, им приходится голову ниже опускать, чтобы хотя бы видеть людей, а не только небо, то есть, нужно правильное положение головы, она должна быть чуть-чуть вперед, да, вот, она должна быть чуть-чуть вперед, и угол примерно 90 градусов, то есть, не вот по этой линии смотрим, не по линии челюсти мы смотрим, потому что линия челюсти 90, это вот так, это уже лежа, а мы смотрим именно вот этот угол, не надо пытаться вот это сделать ровно, это невозможно, так не получится. Так, можем мы спросить про сколиоз, можем мы спросить про рабочее место, комфортно ли на каком уровне находится монитор, и как бы хотя бы посеять мысль, что а не стоит ли повыше монитор сделать, а не стоит ли сидеть с телефоном вот так, а не на коленках. В общем-то, вот, то есть, в первую очередь осмотр. и коррекция, да, то есть, если мы идем от спины, да, то есть, если со спиной проблема, мы сейчас не говорим про лицо, да, мы сейчас говорим про спину, шею, какие варианты нормализации осанки. Можно отправить к остеопатам, можно к ортопедам, они назначат корсеты, корсеты очень разные есть. Лечебная физкультура очень хорошо помогает, потому что она нормализует работу мышц, ведь если есть перекос в работе мышц, то есть, какие-то в гипотонусе они слабые, какие-то в гипертонусе, то с помощью лечебной физкультуры мы как бы чуть-чуть подкачиваем те мышцы, которые слабые, и чуть-чуть расслабляем те мышцы, которые в гипертонусе. Но не всегда, Да, гипертонус не всегда расслабляется. То есть накачать мы можем, расслабить не факт. Поэтому массаж. Массажи очень хорошо работают на расслабление. Понятно, что если сильный сколиоз, то массаж прям ровную спину не сделает, но он хуже тоже не сделает, он улучшит состояние, потому что как раз массаж снимает гипертонус мышц. Он не накачает вам мышцы, но он снимает гипертонус. Это очень важно. Потому что гипертонус хуже, чем слабые мышцы. Мануальная терапия. Есть мягкие мануальные техники, миостеопаты занимаются. Есть классическая мануальная терапия. Занимаются неврологи и ортопеды. Кинезиотейпирование. Достаточно новый метод. Но он очень хорошо работает как раз на расслабление мышц. Как раз вот эти мышцы прям отлично расслабляют. То есть пока наклеен тейп, вам хорошо. Как только тейп отклеился, вы возвращаетесь в привычное положение. Но если тейпировать долго, плюс, конечно же, заниматься физкультурой, массаж, делать что-то, как-то помогать, то в принципе будет лучше. Плюс тейпирование еще помогает, лимфодренаж улучшает, в том числе и лимфодренаж от шеи. Потому что застой в области головы, это будет застой на лице. Тейпирование, оно помогает с лимфодренажем, в том числе тоже можно использовать. Специалистов сейчас уже полно. И обучений полно. То есть это уже не что-то такое редкое. Ну и хирургия в тяжелых случаях. Но нужно понимать, что если у вас сколиоз третьей-четвертой степени, даже если после операции вы достаточно прямая, пока вы не начали двигаться особо, то потом мышцы все равно возьмут свое, и искривление все равно немножко будет. Поэтому фотографии... То есть нужно смотреть. Вот как раз таких специалистов очень мало по хирургии позвоночника. И, ну, так как сейчас все выкладывают фото до и после, да, то нужно смотреть не на фото сразу после, или когда еще шов заклеен даже. Да, там швы обычного весь позвоночник, либо под лопаткой. А именно когда уже шва этого почти не видно, то есть хотя бы год прошел. Вот такие фотографии интересны. Потому что немножко возвращается искривление позвоночника. То есть это не панацея. И хирургия не исключает лечебной физкультуры, массажа, остеопатии, кинезиотепирования. Плюс это и восстановление тяжелое. То есть нужно быть уже подготовленной. То есть сначала проще сходить к реабилитологу, начать заниматься, а потом уже в хирургию, если это, ну, действительно большие проблемы, и начала болеть спина до такой степени, что уже жить невозможно. Вот так. Потому что понятно, что если спина больная, ждать от человека ровного положения, правильного положения головы и шеи, ну, это как бы невозможно практически. И это действительно очень сложно. Корсеты постоянно носить тоже нельзя. Их можно носить только в определенных ситуациях. Потому что когда мы, если мы долго носим корсет, там, допустим, ну, 8 часов, да, как бы на работу пошли, мышцы начинают расслабляться. Им же не надо уже держать весь корт, им не надо держать все туловище. Они за месяц они расслабятся, и потом будет хуже. То есть мы же не можем всю жизнь в корсете ходить. Спину держат мышцы. И поэтому правильная работа мышц улучшает состояние спины, осанки и всего. Если вы относительно здоровый человек, ну, по каким-то причинам сутулитесь. Возможно, это с подросткового возраста, когда начала расти грудь, девочки стесняются, начинают ее прятать, то есть начинают вот это вот, вот так вот ходить, согнувшись, чтобы не видно было, что там что-то началось. То есть и так и остается, да, то танцы, танцы замечательно восстанавливают осанку, потому что именно бальные, то есть когда мы вот так держимся за мужчину, да, то есть именно ровная спина получается, плечи на правильном положении, вот прям идеально, это именно бальные танцы. То есть не латинос какой-нибудь там, где быстро там что-то вот такое, а именно вот когда мы держим спину, то есть то, что по телевизору показывают, когда в красивых платьях, вот у них же осанка идеальная просто. И еще и положение головы тоже правильно, они же держатся вот так. Они всегда очень хорошо вот это делают. Так, как оценить жирок на лице? Пощупать, пощупать жирок на лице, потому что мышцы, они плотные, мышцу вы пощупаете тогда, когда она напряжется, то я сделаю вот так, то что сверху это жирок. Вот, как оценить жирок? Он будет, если дрябленький прям, ну, жирок. Если он плотный, то это тоже хорошо, лучше чтобы он был плотный, потому что он тогда не так обвисает. А дрябленький – это еще и, значит, возможность отеков. То, что отеки-то надуваются, надуваются, соответственно, там все такое расхлябанное. Итак, какая же наша помощь? Мы обговорили других специалистов, кому сейчас все пойдут, чтобы осанку свою улучшать. Итак, в первую очередь, да, объяснить значение осанки, положение головы и шеи. Прекомендовать упражнения для шейно-воротниковой зоны во время работы. Да, то есть, если мы сидим за компьютером, там, 3, 4, 5, 8, 10, 100 часов подряд, то понятно, что нужно делать перерывы и делать зарядки. Зарядки очень элементарные, там это и просто растяжение мышц шеи и позвоночника, то есть и вперед, назад не делаем, потому что это может привести к перекрытию шейных артерий, и может человек в обморок упасть. Мы никогда без УЗИ не узнаем кровоснабжение головного мозга, поэтому лучше назад вот так не отклоняться. Поэтому вперед тянем, ухом к плечу пытаемся просто посмотреть на это плечо, или там попу увидеть, вот, хотя бы шею. Руки тоже, круговые движения, вперед, назад, вверх, вниз, вот это все, это же элементарная ЛФК, которую все знали с детства, во многих школах проводились такие минутки, как бы физкультурные, еще с какими-то стишочками веселыми, это все можно найти в интернете. Так, если есть ожирение, да, то необходимо порекомендовать снижение веса, потому что если, ну, если есть ожирение, понятно, что и броли будут больше, потому что жир здесь тоже будет больше. То есть если человек жалуется, прям, я не хочу эти броли, но при этом она вся полная, но нужно объяснить, что это так просто не уйдет. То есть, ну, можно хирургию порекомендовать. Хорошо, у него будет худое лицо потянутое, там, пластику можно сделать, но при этом жир все равно оттуда так полностью не убирают, то есть он вернется, опять же, низкоуглеводные диеты. Углеводы приводят к отекам, соответственно, низкоуглеводные диеты, они способствуют тому, что человек эти отеки сбрасывает. Это доказано, то есть если убрать булочки, если убрать конфетки, тортики, то, в принципе, становится уже сразу лучше. Есть вебинар «Борьба с отеками», у меня тоже можно поискать, посмотреть. Потому что бывает, что броли – это просто при нормальной анатомии, все отлично, но по каким-то причинам отек. Тогда нужно убирать отеки. И нужно именно посмотреть, что человек, в первую очередь, делает не так. То есть не сразу делать что-то противоотечное, потому что вы начнете делать физиотерапию, массажи, еще что-нибудь, а человек продолжает кушать на ночь пиво с рыбой, и спать на высокой подушке, и не знаю, что еще делать, или наносить на лицо какой-то крем на ночь жирный, от которого у всех будет отек. Ну, что можно сказать? Он скажет через 10 процедур вам, что что-то ваша помощь не помогает, верните деньги или, не знаю, до свидания навсегда. Поэтому нужно комплексно подходить, нужно в первую очередь докопаться до истины, что он делает не так. Как только найдется вот эта причина, когда мы это все убираем, может быть, просто много соленого, на ночь грудцы есть соленый, вот хочется. А как только мы все это убираем, это могут быть и гормональные нарушения, та же щитовидка отправляем к специалистам, смотрим. Поэтому в первую очередь надо причину искать не точечно, а смотреть на всего человека, как он живет и так далее. Так, что мы делаем в кабинете? Понятно, что процедуры, улучшающие лимфодренаж. Да, это массаж, это, я думаю, имеют все. Кто занимается инъекциями, это мезотерапия, сосудистый этап, про который вроде бы все знают, но часто забывают о нем или считают, что это удлиняет время процедур. Вообще, недавно я снова вспомнила, например, про этот этап, подруги делала, и у нее были замечательные результаты целый месяц после всего одного сеанса. Я не говорю, что мезотерапию надо делать раз в месяц, у каждого человека это будет свое, свой промежуток времени, свои результаты, да. Опять же, от препарата зависит, от того, как конкретно, от техники зависит. Много от чего, от луны, я не знаю, от звезд зависит, от всего зависит. Но если вы это делаете, если вы занимаетесь инъекциями, то это действительно, и вы видите, что человек отечный, то как минимум один раз точно нужно попробовать сделать. Если человек увидит замечательные результаты, то почему бы не делать дальше, не помогать организму нормализовать лимфодренаж, лимфодренаж, причем, ну, действительно, это не нужно каждый день колоться. Локально. Массаж, кстати, не только локально лицо, да, это может быть массаж и наворотниковой зоны, это может быть массаж спины, он все равно будет улучшать. Это может быть даже массаж ног лимфодренажный, а вы увидите результат на лице в том числе. Вот, то есть вот первые два пункта массаж и мезотерапия, это то, что делается не локально, это то, что делается на, ну, по всему телу или какой-то части тела. Локально, конечно же, тоже да. То есть, когда я делаю массаж, вот, пожилой человек, да, понятно, что в конце дня отеки, это нормально, уже сердечно-сосудистая система не работает. Как надо, там, кольца не снимешь, еще что-то, или, наоборот, еле снимаешь, а после массажа лица, ну, там, может быть, чуть-чуть шереноворотниковое затрагивается, через час кольца спадают с пальцев, все вообще полностью, отеки с ног уходят. То есть мы, когда делаем лимфодренажный массаж, в принципе, любой практический массаж, он содержит лимфодренажные движения, можно просто у пациентов с отеками, ну, чуть больше их сделать, а более какие-то другие движения их поменьше, чтобы не удлинять свою процедуру, потому что на лице больше 30 минут массаж, я не советую делать, наоборот, будет отек, перебор будет. Работает это везде. Локально физиотерапия, конечно же, это ультразвуковая терапия и микротоки. Это самые такие лимфодренажные процедуры. Про микротоки, по-моему, знают все, про ультразвук обычно забывают, хотя он очень хорошо убирает отеки, его можно даже, если кожа где-то повреждена, в нижней части лица бывают и какие-то высыпания, еще что-нибудь, или, например, не знаю, даже, ну, выщипала бороду щипчиками, то уже микротоки в этой области делать нельзя, потому что будет слишком током дергать, да, а ультразвук можно делать даже на поврежденную кожу спокойно. Вот, то есть вы выбираете уже свой любимый метод, либо что у вас есть в кабинете. Из масочек эльгинатки очень хорошо убирают отеки. Вот вроде бы просто так, а при этом действительно очень хорошо. Они из-за того, что тяжелые, и когда, во-первых, их нужно глаза обязательно тоже закрывать и рот, а то сейчас что-то модно стало вот такие дыры оставлять на лице, тогда там лимфодренажа не будет. Она должна плотно прикрывать все лицо, и, в принципе, шею желательно тоже, потому что у нас отток идет через шею, да, по боковым частям шеи. То есть желательно делать эльгинатку вот до ключиц. Если вы ведром берете, они, ну, они этими, не саше. Соответственно, все надо закрыть, и она тяжелая, и она когда застывает, она чуть-чуть уменьшается в объеме, и она как раз выдавливает вот эту всю лишнюю воду, поэтому это идеальная процедура для тех, у кого есть отеки. После нее и кожа увлажненная прям приятно, и отеки уменьшаются, и лицо прям подтянутое, поэтому часто называют их и лифтинговыми, и какими угодно, но на самом деле это просто лимфодренаж. Вот такой вот незамысловатый. В принципе, лимфодренаж дадут и глиняные маски, но не прям жесткие какие-то, потому что глина тоже засыхая, она уменьшается в объеме, она выдавливает. Грязевые тоже могут дать, то есть, ну, на них обычно либо написано об этом, либо вы это увидите просто в процессе. Либо на обучении тоже расскажут. Процедура, уменьшающая напряжение мышц депрессоров. То есть, помню, мышцы депрессора – это мышцы, опускающие угол рта, и платизма. Из инъекций – это, конечно же, ботулинотерапия, и об этом нельзя забывать. То есть, если вы видите, у меня есть пациенты, у которых просто платизма, она аж до подбородка, вот так вот. То есть, шея вот такая, как у меня, а платизма аж вот так вот при напряжении, она выскакивает таким тяжом, страшным, большим, как дверца какая-то вообще. Ну, то есть, вот так вот реально, вот так. Ну, понятно, что никаким массажем это не исправить, проще отправить на инъекции, потому что даже инъекциями это все годами лечится, это все уменьшать надо долго и постепенно, потому что большую дозу, ну, тоже как-то не очень хочется вводить, да, какую-то непонятную. Ну, потому что нестандартные ситуации, стандартные дозы не работают. Нужно их повышать, но не до бесконечности. Поэтому смотрите, и если чуть-чуть, то, конечно, можно постараться неинъекционными методами, в том числе объяснить, чтобы поменьше там гримасничать или наоборот поменьше делать, а лучше вообще не делать никакой фейсбилдинг, фейсфитнес, потому что это только накачивают мышцы, которые так перекачаны. Массаж, курс уже ультразвуковой терапии, микротоковой. Почему? Ультразвуковая терапия – это же микродребезжание такое, да, то есть за счет вибрации, микровибрации, мышцы расслабляются очень хорошо, это видно хорошо на лбу, когда мышцы напряжены, бывает у людей, и просто даже если сделать ультразвуковую терапию просто по медиагелю, то есть без геля с бытаэффектом, например, да. О, напишите сейчас, пожалуйста, кто работает на гельтеке, а кто нет, вот, чтобы я знала, что рассказывать, потому что я сейчас буду названиями кидаться, а если люди не знают, что это такое, то ничего не поймут. Так, наталья не работает. У гельтека есть два препарата с эффектом ботокса, ну, с аргирелином. Это нейропептид, который проникает просто сквозь кожу и уменьшает силу работы мышц. Я не буду сейчас подробно рассказывать, как он это делает, но просто сильные мышцы не заметят обычно ничего, но вот мелкие морщинки, например, вокруг глаз, они разглаживают, потому что вот эта вот мимика ненужная, да, когда мы щуримся там зачем-то или еще что-то, она уходит. Мышца, в принципе, круговая мышца глаза тоже сильная, но есть волокна, которые вплетаются в кожу, они сами по себе тоненькие, слабенькие, вот на них хорошо работает. Но, в принципе, у меня есть пациентка дистанционная, которая просто на наружных препаратах, то есть она сочетала и гель с БТ-эффектом, и миорелакс, и у нее прям лоб вообще чуть ли не перестал двигаться. То есть очень хороший эффект, сравнимый, в общем-то, с инъекциями. Это прям, ну, очень приятно, причем без физиотерапии, просто домашний уход. Поэтому, кто не использует инъекции, кто, ну, при этом хочет помочь пациентам, обязательно используйте эти сыворотки. С физиотерапией, конечно, удобнее работать по гелю с БТ-эффектом, в домашний уход удобнее миорелакс, просто потому что, ну, разная текстура. Гель с БТ-эффектом, он пожирнее, ну, в смысле, не пожирнее, там нет жира, он поплотнее, не так быстро впитывается, а миорелакс, он прям, ну, почти как водичка, то есть по нему невозможно будет сделать ультразвуковую терапию просто. Ну, либо его нанести, а потом сверху по медиагелю. Вот. Короче, вот эти микровибрации, они действительно расслабляют мышцы. Но понятно, что, ну, вот вы один раз расслабили мышцы, и что? И ничего. И через пять минут человек встал, такой весь красивый, подтянутый, и тут же начал напрягать все, мимикой своей пользоваться, и все на смарку. Но, когда мы делаем курс, то это работает лучше. Тем более, если делать с гелями, с нейропептидами, да. Микротоковая терапия то же самое. Она хитро работает, она тонизирует мышцы, которые в гипотонусе, и расслабляет мышцы, которые в гипертонусе. То есть она именно нормализует, так же, как массаж, она за счет электричества нормализует работу как нервов, так и мышц. Ведь это электричество, оно же и на нервы работает. Есть же, смотрите, если мы рассмотрим половину, ну, две половины лица, очень часто у людей одна половина более сильная. То есть бровь более вздернутая, тут более опущенная, либо, наоборот, более поднятая, в зависимости от того, какие мышцы победили над уголком рта. Потому что вниз тянет, в принципе, всего одна мышца, вверх тянет три, и одна тянет вбок, но при этом почему-то побеждает всегда почти мышца, опускающая угол рта. Сыворотки называются гель с БТА эффектом. БТА – это ботулинический токсинтипаток, БТА большими буквами. И сыворотка Меорелакс. Соответственно, делаем микротоки тоже проще по гелю. Если у вас микротоки с палочками, то тогда как раз по Меорелакса удобнее, потому что он более жидкий, на ватной палочке он лучше пойдет. И шею тоже можно также расслаблять. То есть вы расслабляете вот эту область. Ну, в принципе, вот эту всю, потому что платизма, она вот досюда идет. А бывает, что подбородок тоже такой весь, не знаю, видно, ну, как-то вот так вот, в ямочках таких, да, то есть мышцы напрягаются и делают тут ямочки. Это, кстати, часто сочетается с гипогнотией, часто сочетается с нарушением прикусок. Вот, потому что рот у них немножко приоткрыто, они все время пытаются поднять губу, чтобы закрыть рот. Такие люди, соответственно, тогда нужно делать и ультразвук, и микротоки тоже в области подбородка, тоже его расслаблять. Ну, либо тулинотерапию. То есть подбородочная мышца, в принципе, никак не влияет ни на брыли, ни на... Ну, на второй подбородок, кстати, может, потому что при уменьшении получается второй подбородок. Если мы расслабляем по-хорошему, то еще можно филлер сюда ввести, увеличить подбородок, то подтягивается и здесь тоже все очень хорошо. Ну, не прям так, как у меня это будет, но разница есть. Это есть действительно. То есть вроде бы кажется, что такого, мы сюда как бы филлер чуть-чуть ввели, а подтягивается второй подбородок. Прямо волшебство. Так. И процедуры, уменьшающие как раз жирочек. Понятно, что просто так сразу назначать процедуру, уменьшающую жир, это было бы легко. Просто все скинуть на жир, но я вам показала анатомию. Там не только жир, там еще и мышцы, и кости, и все что угодно. И осанка. То есть тот, кто просто колет мезотерапию или сразу же идет к хирургу на липосакцию, в итоге они получают недостаточно хороший результат. Потому что у них все равно, все равно будет провисание здесь. Потом. Ну, липосакцию, да, как бы там, если просто липосакция, оно все равно здесь, там же не до нуля жир убирается. Жир еще, он растет. Он же, если оставить клетки, они просто разбухают, утолщаются, да и все, плюс отек. При липолитиках все равно мы полностью не убираем жир. То есть это миф. Либо их надо настолько много, что там уже пойдут атрофические явления, ямы, и вообще страшно это выглядит. И я, честно говоря, не знаю докторов, которые так делают, ну, то есть это, там колются все-таки такие дозы, которые безопасны. Вот. То есть нужно в первую очередь смотреть причину, почему брыли. Да, то есть если это, если это просто вот вся ровная, вся красивая и брыли, да, но толстая, ну, значит, надо похудеть, что в это время поделать какие-то массажики и да, липосакцию. Ну, либо мезотерапию, либо там креориполиз, еще что-то. Чтобы именно в этом, в этой области тоже жир побыстрее уходил. То худеть можно и 10 лет. Липосакция. Да, делают хирурги. Производится это через маленькие проколы, обычно, ну, 2-3 проколы, убирается жир просто под кожей, отсасывается, это делается шприцом, это делается несложно, там специальные конюли металлические, отсасывается жир под подбородочной области и области брылей. В принципе, можно даже чуть-чуть и сюда зайти, тут бывают тоже слишком большие жировые компартменты, то есть, ну, сюда не идут, потому что нервы, сосуды, в общем, это все опасно, в брылях еще нормально. То есть, вот эта область, липосакцию, легко, легко делается, потом надо походить в бандаже, хотя бы неделю, чтобы это все приклеилось назад, потому что, если мы после липосакции просто пойдем, просто пойдем домой, то там же пустоты, и туда сразу идет, плюс мы там поелозили, как бы повредили чего-нибудь, хотя синяков обычно не бывает. Сиромы могут образовываться, это такие, сукровица накапливается в области, где есть место, а тут всегда есть место, и потом это придется вскрывать, там это может загноиться, короче, это все плохо, поэтому бандаж обязательно нужен. Там и заклеивать надо, и бандаж, потому что в нем круглосуточно сложно находиться. В принципе, хорошая процедура, но если лицо отекает, если нарушение осанки, еще что-то, брелли никуда не денутся. Второй подбородок, когда уменьшится, брелли никуда не денутся, потому что в бреллях, вы видели, там мышцы, там много мышц. И полностью жир убрать, то есть вычистить так, чтобы это была голая кожица, такая вот тоненькая. Это, ну, во-первых, ну, наверное, возможно за несколько часов мучений, но в целом так никогда не делают, потому что без жира кожа очень быстро старится, морщинится и портится. Жир, он нам нужен в лице. Все равно, хоть тонкая прослойка, но должна быть. Про мезотерапию я поговорила, есть прямые липолитики, это дезоксихолат и фосфатидилхолин. Их рекомендуют только в подбородочную область, да, и в небольшом количестве, а в эту область уже пойдут непрямые липолитики и лимфодренажные там вещества. То есть здесь это в основном все равно отеки. Криолиполиз, это на аппарате делается, насадка засасывает кусок кожи с жиром, ну, в основном на теле, но есть насадки для второго подбородка. Здесь это поопаснее, потому что здесь, ну, как бы и сосуды, и все, то есть должен быть аппарат хороший, дорогой. И через час насадка отклеивается, и за счет того, что в течение там получаса или 45 минут на область кожи и подкожно-жировой клетчатки действовал холод, там, по-моему, 4 градуса тепла идет, ну, для тела это холодно очень, то запускается апоптос, и жир, ну, разрушается в течение примерно там 3-4 недель. То есть эффект мы смотрим через месяц. В принципе, неплохой, но дорогой вид избавления от второго подбородка по цене, ну, примерно как липосакция стоит. Есть отрицательные моменты у некоторых людей, наоборот, жир начинает нарастать. Да, то есть, ну, это маленький процент людей, но это индивидуальная особенность. В хороших клиниках и дорогих аппаратах тогда компенсируют это деньгами, делают липосакцию. Вот. То есть есть такая гарантия. В плохих будете ходить с четверным подбородком, просто, а не с двойным. Или, ну, если некорректно, неправильно используется аппарат, то могут быть и обморожения, и много чего. Поэтому нужно выбирать только очень хорошие клиники с хорошими аппаратами. Так, РФ. Радиочастотный лифтинг, в принципе, это же прогрев, он может немножечко уменьшать жировое отложение в том числе. То есть курсом, его же не зря по телу тоже делают, и в LPG там же тоже РФ, это методика, там же РФ есть. И другие, в принципе, аппараты для работы по телу, Велошейп, например, там тоже есть РФ. Зачем он там вообще? Потому что он уменьшает количество жировых отложений. То есть, в принципе, можно тем, у кого действительно есть, ну, слишком много жира в этих областях, можно поделать РФ, и там, ну, через несколько месяцев, они, ну, то есть длительно надо делать, конечно, не с одного раза, будет немножечко так похудее лицо. Но нужно смотреть, потому что если человек и так худой, то будет хуже. То есть вам нужно понять, это точно жир, или это все-таки мышцы, или это все-таки отек. Потому что на РФ отек будет только усиливаться. LPG. Есть насадки у LPG, и у похожих дорогих аппаратов, да, понятно, что эту методику слямзили, вот, повторили, может быть, даже усовершенствовали. Есть как по телу, да, так и по лицу, и там идет и лимфодренаж, и немножко уменьшение, в том числе жировых отложений. Вот. Подробно нельзя, это должны делать люди в клинике, которые вас либо обучат, либо осмотрят. в зависимости от того, что вы хотите делать, работать на этих аппаратах, или лечь под эти аппараты. Вот. Но в целом, РФ и LPG, они тоже работают. То есть это нужно к производителям обращаться и спрашивать методику. Там насадка должна быть, опять же, для лица, и все интенсивности, все остальное, да, то есть это рассказывают тренеры по каждому аппарату. Так. Теперь. Так. Домашний уход. И то, что вы можете использовать под физиотерапевтические аппараты. В первую очередь у Гельтека есть, ну, я уже рассказала про две сыворотки с эффектом ботокса, да, это гель с БТА эффектом и сыворотка Миорелакс, который можно использовать именно в нижней части лица, ну, можно и в верхней части лица, но мы сейчас про брыли, да, поэтому в нижней части лица и шея. Если, например, у вас нет ни ультразвуковой терапии, ни микротоков, а есть, например, только гальваника, да, или если вообще нет ни одного аппарата, а есть алюгинатная маска, вы под маску наносите гель с БТА эффектом, и у вас будет чуть-чуть, ну, при регулярном применении у вас будет ослабляться чуть-чуть сила мышц, да. Следующий, ну, плюс домашнее применение, безусловно, тоже объяснить, что у вас слишком сильные мышцы, если вы хотите, можете уколоться, если вы хотите продлить эффект от укола или заменить укол хоть как-то, то берите и наносите два раза в день. Теперь про отеки, да, так как в домашних условиях мы все-таки работу мышц особо не можем, да, отрегулировать, но это сложно. Осанку, да, но вот что мы на лицо будем наносить? В первую очередь, конечно, противоотечные препараты, потому что, в принципе, те около брылии, у них всегда отеки. Очень хорошая лимфодренажная сыворотка – это сыворотка актив лифтинг. Вот, состав написан, да, то есть за счет чего она делает лимфодренаж? За счет кофеина, за счет гуараны – это мощнейшие венотоники, которые именно лимфодренажат, прям лимфодренажат. Вот, также экстракты глицин помягче, улучшают кровообращение, то есть как приток, так и отток крови. Это фукус, ну, это водоросли, в принципе, фукус используется, кстати, очень часто в антицеллюлитных каких-то обертываниях, в антицеллюлитных средствах для нижней части тела. Вот. И препараты с йодом, да, то есть это и водоросли, и в данном случае это у нас европейский такой компонент, это йодированный гидролизат протеина кукурузы. Почему именно так, не знаю, но зато работает. Экстракт лимона уменьшает проницаемость сосудов, зеленый чай – это антиоксидант, всегда хорошо, и гиалуроновая кислота, увлажнение. Соответственно, сыворотка наносится и утром, и вечером, если, ну, вот на всю вот эту область. Вот. То есть щеки, брыли, подбородок нет, он не отекает, и второй подбородок, вот это место. Очень хорошо работает. Подбезинъекционную, конечно, можно, да. То есть с любыми аппаратами можно. На веки лучше, на самом деле, очень хорошо лимфодренажит наш гель для кожи вокруг глаз. Сыворотка. То есть вы можете попробовать актив лифтинг тоже, но смотрите, он достаточно активный, чтобы не было какого-то покраснения, какого-то раздражения. То есть сначала попробуйте без аппарата, да, просто нанести на нижний век, если все хорошо, то все хорошо, если пойдет реакция, ну, смойте, все пройдет. Да, просто знайте, что нельзя наносить, он слишком активный, потому что все-таки для кожи вокруг глаз используются более нежные средства. И вот гель для кожи вокруг глаз, он тоже обладает лимфодренажными свойствами. Очень классно. Вот так и называется – гель для кожи вокруг глаз. Он обладает очень классными лимфодренажными свойствами, когда его наносишь не просто так, но хотя, когда его просто так наносишь, мы еще массаж делаем, да. То есть если правильно научить пациента делать, как делать, да, Берем палец, два, и снизу обычно начинаем. То есть наносим вниз, вверх, вниз и чуть ниже скидываем на височные лимфоузлы. То есть потом опять к носу, под брови, чуть ниже. Ну, в смысле опять к носу, потом чуть ниже идем к вискам. То есть вот оно движение. Оп, очень хорошо, то есть даже пока вы наносите, вы уже делаете лимфодренажный самомассаж, соответственно, получая, улучшая состояние. Так вот, этот гель, его можно положить в виде маски, густо нанести, сверху ватные диски смоченные тоником. И там за 20 минут вы получаете тоже отличный лимфодренаж, ничего не делая. Остатки можно опять же втереть, он не скатывается, нормально все втирается. Так, серия это, по-моему, селектив. Я их путаю постоянно, потому что селектив и интенсив для меня очень похожи серии, так что пардон. По-моему, селектив. Так, с интенсив, господи, сыворотка, актив лифтинг разобрались. Просто у нас на упаковках написана серия большими буквами, а название оно вот. Вот оно, маленькими незаметными буквами находится название. Мне когда пациенты говорят, сыворотка интенсив, мне там что-то очень понравилось, давай еще куплю. Я говорю, а какая именно? Ну, интенсив же. Я говорю, это не сыворотка, это серия. Вот так. Дальше. Гель тонизирующий. Это уже такой старый проверенный гель, очень классный на самом деле. Почему он тонизирующий? Чего он тонизирует? В нем есть соли. Соль рапан. Это большое количество микроэлементов. Соль рапана из озера Островное в Сибири. И там состав похож на Мертвое море. В принципе, все знают, что соли, они полезны. При этом этот гель не сушит. То есть мы помним, что соли могут сушить при каком-то частом нанесении или когда мы внутрь их едим. Этот гель не сушит, он увлажняет, он витаминизирует, там витамины АЦЕ, еще и куча микроэлементов. Так вот, соли дают классный лимфодренаж. И люди, склонные к отекам, им просто, если вы хотите и актив лифтинг, использовать. И усилить еще лимфодренаж. Можно гель тонизирующий, вообще на все тело наносить. Он продается в больших банках. Самый большой это литр. Не очень удобно, потому что там, ну короче, не так удобно. Вот пол-литровые, там очень удобный дозатор. И прям идеально. И тело у вас будет лимфодренажиться, и лицо. Выгодно, удобно, прекрасно. И руки тоже прекрасно тоже на него наносить, потому что витаминки и гиалуронг там есть. Все. То есть отличная сыворотка. То есть как использовать. Сначала мы наносим средство, которое идет на все лицо. То есть этот гель тонизирующий. А потом локально наносим сыворотку актив лифтинг. Ну и гель для кожи вокруг глаз тоже локально наносим. Хотя в принципе гель тонизирующий тоже навеки можно. Я ни разу не слышала, чтобы он вызывал какие-то неприятные реакции. У него единственный есть такой специфический запах, но он большинству нравится. Он такой очень интересный запах. Такой какой-то хитрый. Не цветочный совершенно. Но сейчас модно не цветочные запахи, а какие-то там запах пыли, запах травы, еще чего-то. Вот этот запах для таких людей, которые любят странные запахи. Но приятный. Такой какой-то работающий кажется. По нему классно тоже делать. Мы про домашний уход, да, но его отлично использовать под ультразвуковую терапию, например. И под микротоки еще лучше. То есть под любые электропроцедуры за счет солей этот гель идет как гель выбора первой линейки. Потому что он содержит соли. У нас еще один гель, два. Еще два геля содержат соли. Гель пектиновый содержит. Но он кислый. Он прям такой. То есть его используют, если еще и гиперкератоз. Если выражен гиперкератоз. Но обычно при гиперкератозе кожа очень плотная. Плотная подкожная жировая клетчатка. И у них это брыли, это скорее уже старческий птоз. То есть там можно использовать, тоже будет лимфодренажить, если есть отек. Просто такие люди редко отекают. У них просто все очень плотно. Туда просто вода не влезает. Они отекают в других местах. Ну попробуйте. Можно еще и пектиновый. Если кожа жирная, если склонность к закрытым комедонам. Тоже пектиновый хорошо. Так. И есть физиотерапевтический гель. Элкарапан. Он так и называется. Элкарапан. От соли рапан. Он физиотерапевтический. Он лечебный. С ним можно вообще компрессом делать на шею, например. Или на суставы, если болят суставы. Обертывание с ним хорошо делать. Именно лимфодренажное. На лицо тоже можно попробовать нанести. Раздражение он не дает. Можно под альгинатные маски наносить. Просто он не такой приятный, наверное, при нанесении. Не такой гладенький. Не такой быстро впитывающийся. Потому что он именно для физиотерапевтических процедур. На тело отлично. На тело отлично пойдет. Те, кто склонен к отекам. И сейчас немножко про маски. Потому что по ним можно делать самомассаж. Либо массаж. То есть и в кабинете можно делать массаж. Особенно если жирная кожа, то энзимная пектиновая маска, она прям идеальна. Для массажа. Ну, не тогда, когда, конечно, вы до локтя делаете массаж. А когда только руками. Она тоже содержит соли. Рапан. То есть тоже будет лимфодренажить. Хороша, в принципе, для любой кожи. Если в домашнем применении, то чаще для жирной, чаще для кожи с гиперкератозом. Для зрелой кожи тоже хорошо. Для самомассажа отлично. Но не на каждый день. А если в домашнем применении два, ну максимум три раза в день. Просто если каждый день делать, через неделю получится эффект пилинга. И будет шелушиться. Человек, кожа подсохнет, будет шелушиться. Потому что все-таки есть молочная кислота. Ее хоть и чуть-чуть. Но при ежедневном применении по чуть-чуть мы получаем такой пилинг. Вот. Поэтому два раза в неделю. Маска Аква Удовольствия. Скрылось название маска. По ней тоже можно делать массаж. Можно массаж, можно сам массаж. Это уже, в принципе, для любого типа кожи. Для жирной, кстати, очень хорошо. Для жирной кожи. Потому что по маслу делать массаж. Это риск и закрытых комедонов, и акне. По гелю делать массаж идеально. Маска гелевая, поэтому ее очень у меня любят те, кто обладает жирной кожей. У кого бывают высыпания. Они очень любят в домашнем уходе именно и для самомассажа. Просто смотрите, к вам пациент приходит, ну как часто, раз в неделю. Да, это немножко маловато. Ну, курс хорошо сделает. Два раза в неделю, приходит к вам четыре недели. А в целом редко ходит. Иногда раз в месяц ходят. Раз в месяц маловато. Нужно что-то домой обязательно, чтобы это ежедневно использовалось. То есть это хорошо обучить самомассажу хотя бы каким-то там азам, каким-то элементарным там вещам. Типа вот, чтобы когда они умывались, то не так, а вот так. Там, ну и так далее. Масочки тоже, там, а что, себя посидеть, вот так погладить, уже хорошо. Что нужно сброс обязательно по шее делать. Этот вебинар про массажики. Массаж для всех и каждого, он тоже есть в свободном доступе. Вот, посмотрите. По ней тоже массаж можно делать. Можно сочетать. Сначала сделать по энзимной маске, ее смыть, добавить эту маску. Потом еще вот следующий сейчас будет крем, да, массажный, он для лица. Тоже вы получаете за три средства, вы получаете полноценный массаж, там, по пять, по семь минут. По пять даже минут. Отлично. Тоже и в домашний уход просто как крем он идет. По нему же можно делать самомассаж. По нему можно делать массаж в кабинете. Он просто такой хороший, хороший кремик. Приятный. Для жирной кожи не очень. Один раз можно, но пару раз в неделю. Но при регулярном, то есть обычно после трех-четырех дней, может начаться высыпание, даже когда смывают. Все-таки масла есть, поэтому жирная кожа реагирует. Вот, нужно обязательно тщательно смывать после массажа. Давайте ваши вопросы. В принципе, по средствам домашним все. То есть это гели с эффектом ботокса, да, с нейропептидами. Это гели с эффектом лимфодренажным. И гели, по которым, ну, и средства, по которым можно делать массаж и самомассаж. Вот это то, что вам будет в помощь. В общем-то, плюс по этим средствам, конечно, можно физиотерапию делать, усиливать физиотерапевтические свойства самих аппаратов, да, самих методик, усиливать их еще и средствами. Это прям идеально. По массажу, по массажу, вебинар называется «Массаж для всех и каждого». Тоже он на сайте Гильтека. По гелю с бытой эффектом слайда не было. И Миорелакс. Это два средства. Гель с бытой эффектом и Миорелакс. Какой массаж самый эффективный? У каждого свой. Нет, это невозможно сказать. Потому что каждый человек будет делать свой массаж по-своему абсолютно. Один тот же массаж. У кого-то он будет суперэффективный, а у кого-то он будет только хуже делать. Поэтому кто-то вообще никогда не учился и делает массаж. Массаж – это не совсем знание. Массаж – это именно навык. Это скорее как пение. Кто-то умеет петь. Прямо родился и поет. Вот так же с массажем. То есть кто-то родился и прямо его делает. Делает с детства всем подряд. И отлично. Руки чувствительные. Вот прям тянутся к людям и начинают делать массаж приятный. Кто-то с деревянными руками будет 100-500 раз учиться, не поможет. Или будет делать массаж, будет делать как-то все равно не так. Но не чувствует человек. То есть это не мозг. Это именно телесный навык. Поэтому у кого-то будет любой массаж эффективен. И он будет только у пациента спрашивать, какой сегодня хочешь. А делать его все равно так, чтобы... Любой массаж можно сделать более лимфодренажным. Более лифтинговым. Когда мы там что-то вот это подбиваем. Тут где-нибудь. Более разминающим. Хотя в лице тут сильно разминать не очень нужно. Потому что от разминаний усиливается кровообращение. И будет отек. То есть зависит от того, с какой силой вы делаете. Как часто повторяете определенные движения. Потому что любое движение можно сделать как лимфодренажным. Лимфодренажным, так и разминающим. Просто лимфодренажный это поверхностно. А разминающий это глубоко. Вот и все. Надо делать нежно. Опять же при разминании мы не всегда расслабляем мышцы. Мы можем их стонизировать. Если мы делаем это очень глубоко и больно. То есть если делать вот такие вот щипки. Это не... Это именно тонизирует наши мышцы. Потому что вот я щипаю, мне больно. У меня мышца делает вот так. То есть этого не видно. Но она будет вот так. И она будет подтянута здесь. Но в итоге будут брилли. Хотя мы хотели как лучше вот этот вот типа овал лица сделать более подтянутым. Но на самом деле эти мышцы, которые мы сейчас... Вот я сейчас пощупала, да? Стонизировала. Они тянут, к сожалению, вниз, а не вверх. Мышцы, которые тянут вверх, это зигоматику. Скуловые мышцы. Они вот так идут. Вот они. То есть... Но мы их не можем прощупать. Они глубоко. Мы можем ими только улыбнуться. То есть если мы ходим с внутренней улыбкой. Брилли, скулы поднимаются. Брилли не видно. Если мы ходим с хмурым лицом, брилли видно. Скулы падают. Нам хочется сделать филлеры. Вот. Или там подтянуть нитями. А можно, в принципе, просто такую внутреннюю улыбку. Легкую такую, как у Монолизы. Легкую, незаметную. То есть не ходить, как идиот, всем улыбаться. В России это не поймут. А вот если чуть-чуть, то нормально. Заодно позитива побольше в мир. Лимфодренаж. Не по мышцам делается лимфодренаж. Это работа лимфатических сосудов, лимфатической системы. Соответственно, лимфатические узлы у нас... Ну, вот в вебинаре про массажи там все это есть на самом деле. То есть у нас лимфоузлы здесь, здесь, за ушами, вот здесь, вот здесь. То есть нам нужно, мы можем делать лимфодренаж просто вот так себя погладить. У нас уже будет легкий лимфодренаж. Отсюда идет просто параллельно, тремя линиями. То есть вот эта область двигаем сюда и двигаем вниз. То есть вот оно. Но это должно все скользить, это не по-сухому. По-сухому мы растирание делаем. Растирание не дает лимфодренаж. Растирание дает прилив крови и усиление отека. Поэтому всегда все массажи на лице делаются. Либо только по сильно скользящим средствам. То есть должно прям скользить, скользить, вообще ничего не тянуть. Есть массажи без средств, но это другое, это больше на стеопатию похоже. Так, в принципе, там в вебинаре больше гораздо информации. Еще есть вопросы? Ну, я надеюсь, что вы теперь сидите ровно. Вот напишите, вы стали ровнее сидеть? Я думаю, что вы сидя смотрите. И как бы подбородок повыше делаете. Еще есть отличный способ. Вдруг еще у кого-то остался вопрос. Это распечатать, ну, или на рабочий стол, или куда-то повесить, распечатать. Картинка нефертити. Именно не вот так, а она там либо в полоборота, либо вообще боком. И у нее идеально положение шеи и положение головы. Вот ее не зря говорят, шея нефертити, овал нефертити, там что-то еще нефертити, да? Не вертите. Это потому, что вот у этой скульптуры идеально, вот идеально правильное положение. И от этого действительно очень красивый овал. Ну, она там еще худенькая, конечно. То есть вот эта линия челюсти, она прям очень красивая, очень правильная. Но именно за счет того, не за счет того, что она молодая умерла, вот, а за счет того, что положение правильное головы и шеи. То есть осанка у нее была правильная. Ну, конечно, она же там пирамиды не строила, она же в огородах не копалась. Вот, поэтому у нее осанка была царственная, правильная. Плюс вокруг все люди тоже ходили ровно, потому что все вельможи были, ну, не крестьяне, да? То есть если мы в окружении, где все сутулятся, мы тоже начнем мимикрировать и сутулиться. Поэтому всех окружающих, бьем по спине, говорим, не сутулься, сами не сутулимся. Видим сутулого человека, сами распрямляемся. Видим прямого человека, тоже распрямляемся. И, в общем, стараемся ровно действительно ходить и на танцы. Так, что находится в углу нижней челюсти и мочка уха? Вот это утолщение, это угол нижней челюсти. Вот он, вот идет челюсть вверх, вот она идет, соответственно, горизонтально. Вот он угол нижней челюсти, который сейчас любят выделять филлерами. Сейчас модно стало, но некоторые перебарщивают, получается некрасиво. Если здесь у вас что-то выбухает, да, и у вас даже вот овал у меня не выбухает, у некоторых идет вот здесь такой уголочек, видно, да, вот так как бы. Ну, не так, не могу показать. Это мышца жевательная, слишком нажеванная, слишком сильно жевательная мышца. То есть это не платизм, а это перебор здесь. Ну, там и кость тоже обычно хорошая такая выраженная, и мышца выраженная. Кость как раз не видна под мышцей. Кость, она ниже. При гипертонусе или слишком сильной жевательной мышце, может быть, бруксизм, может быть, стирание зубов. Можете посмотреть в зеркало у себя по нижним зубам. Если они не остро заканчиваются, а уже как пеньки, сбритые такие, то у вас стираемость зубов. И, соответственно, нужно либо ослаблять эту мышцу. В принципе, можно попытаться ее ослаблять как-то и просто открывать рот, наверное, когда вы чувствуете спазм. Но я, конечно, колю туда бутылинотерапию, потому что это самый такой простой и действенный способ. Я бы не сказала, что это хомячок. Это скорее какой-то жвастик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!